Я представляю компанию 3DV. Эта компания специализируется на технологиях машинного обучения в части компьютерного зрения в основном. И входит в группу компаний Papillon. Главная компания занимается технологиями безопасности. Точнее дактилоскопией. Из текущих продуктов компании 3DV надо отметить это Face SDK. То есть мы делаем инструменты для разработчиков, чтобы они внедряли нейросети, либо наши, либо свои собственные в свои продукты. У нас есть также Image API. Есть решение по обработке позы людей. Своё решение White Label для безопасного города. Решение для безопасности, для сканирования лица. И Core AI. Core AI – это набор инструментов для создания нейросетей. Ну и так далее. Вот совсем можно, в принципе, на сайте ознакомиться. Сегодня хотелось бы немножечко подробнее рассказать о новом направлении компании. Это Age AI. То есть мы сейчас пытаемся разработать свою платформу для того, чтобы можно было и наши нейросети, и сторонние как бы решения, то есть любых разработчиков интегрировать в автономные системы, либо в различные подвижные объекты типа дронов. Ну, актуальность Age AI для России, в общем-то, не вызывает, наверное, ни у кого сомнений, поскольку страна очень большая, очень друг от друга удалённые объекты, и желательно обрабатывать информацию вместе, там, где находятся датчики, либо источники видеоизображений. Области применений для Age AI, ну, тоже, в принципе, они уже стандартные. Это безопасный город, безопасный транспорт и различные промышленные предприятия. Там о конкретных приложениях для работы нейросетей в этих локациях сегодня много говорили. Если перейти к элементной базе для Age AI, сейчас я вот тут накидал различные конкретные чипы, которые можно применять, либо модули, в общем-то, их не так много. Сюда даже попали два отечественных решения. Один из них сегодня даже был в докладе, фигурировал. Это нейропроцессор NTC-модуль. Также у нас есть отечественный нейропроцессор SKIF компании Elvis. Но мы своё решение пока строим, ну, там, на китайских партнёрах. То есть текущее решение у нас базируется на выделенном красном чипе компании Sofgo. Как видите, это очень мощное решение. То есть оно даёт до 32 терраопераций в секунду и позволяет запускать не отдельные нейросетки, а их каскад. То есть можно сразу заряжать там на одном устройстве и детекцию лица, и детекцию скелета, и всё прочее. Ну, в чём вообще основная проблема в развертывании H.I. решений? В том, что ты сначала разрабатываешь, в общем-то, обычную модель на стандартных фреймворках, на, как правило, стандартных там известной американской компании девайсах. И впоследствии нужно перейти уже на мобильную платформу, то есть оптимизировать нейросетки, поскольку аппаратно они могут не поддерживаться некоторые слои, квантизировать, переобучать модель для нужных данных, ну и после этого, в общем-то, деплоить на нужный девайс. Вот отдельно хотелось бы сказать о такой вещи. Ну, как бы для того, чтобы со всем этим делом упражняться, у компании есть собственные вычислительные мощности. Компания находится в городе Челябинск. Вот. И сейчас, ну, в настоящий момент около 20 тысяч террафлопс у нас кластер. И мы планируем его расширить до 100 тысяч с привлечением инвесторов. Ну и, соответственно, сейчас обращаемся к бизнес-сообществу для поиска интересных масштабных приложений для H-устройств, для того, чтобы их учитывать в наших R&D разработках. Ну, в частности, мы планируем создать собственную нейросетевую модель для того, чтобы можно было более быстро, ну, некую универсальную модель, из которой уже можно будет делать конкретные детекторы для H-решений. Ну, конкретно по применениям. Вот у нас сейчас разрабатывается, в общем-то, для… ну, довольно стандартный уже сейчас функционал для контроля водителя решения, которые, с одной стороны, там контролируют состояние водителя, его, насколько он внимательно-невнимательно смотрит на дорогу, там, насколько он бодр. Ну, а также позволяет контролировать то, что снаружи автомобиля находится. Ну, и в салоне, если это пассажирский транспорт. Ну, и, соответственно, наша H-AI платформа, она позволит также деплоить все модели, которые сейчас находятся в активе компании, состоят. Надо сказать, а единственное, что не сказал из достижений наших текущих, то, что есть такой… ежегодно проводится американским институтом стандартов рейтинг решений для распознавания лиц. Наша компания входит в топ-20 компаний в этом рейтинге. Большое спасибо за внимание. Здесь есть ссылка на сайт. Можно более подробно посмотреть решения наши текущие. И, соответственно, если есть какие-то идеи или пожелания, или заказы, обращайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok